Здравствуйте, в эфире выпуск новостей. В студии Александра Роднина. Сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Труп 33-летней женщины был обнаружен в квартире на матросском спуске. Неладное заподозрили соседи, которые несколько дней ощущали неприятный запах на лестничной клетке. Прибывшие сотрудники милиции, попав в квартиру, обнаружили труп хозяйки и установили, что смерть наступила в результате колото-резанных ранений. А кроме того, выяснилось, что в квартире женщина проживала со своим 34-летним сожителем. В Портофранковский отдел милиции поступило сообщение оператора 102 о том, что из одной из квартир по улице Матросский спуск слышен трупный запах. По прибытию на место в данной квартире был обнаружен труп хозяйки с ножевым ранением в область грудной клетки. В тот же день сотрудниками уголовного розыска был задержан ее сожитель, от которого получены признательные показания о том, что около недели назад он убил свою сожительницу на почве ревности. Как стало известно правоохранителям, пара имела пристрастие к горячительным напиткам. Это впоследствии и привело к трагическим событиям. Я признаюсь убийстве. Оксана взяла пол-литра коньяка. Пока мы распивали, призналась мне в том, что она мне изменяла. Ревневец, находясь под воздействием выпитого алкоголя, устроил скандал. Но этого оказалось мало. Не помня себя от ярости, он схватил кухонный нож и нанес им два удара женщине. Ранение огни. Оставив бездыханное тело в квартире, мужчина еще три дня продолжал пьянствовать и даже успел отметить свой день рождения. Открыто уголовное производство. Подозреваемый задержанный находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Высший хозяйственный суд Украины оставил без изменений решение первой и второй инстанции по иску прокуратуры с требованием вернуть коммунальную собственность «Зеленый театр» в парке Шевченко. Напомню, в 2001 году «Зеленый театр» передали ООО «Мир аттракционов». Компания заплатила за объект 300 тысяч гривен, но взяла на себя обязательства по строительству на месте концертной площадки детского развлекательного центра. Спустя шесть лет в мире аттракционов решили строить на месте «Зеленого театра» многоэтажную гостиницу. Таким образом, объект остается в руках участников. Компания сумела доказать, что не выполнила своих инвестиционных обязательств по вине одесского муниципалитета, который на протяжении восьми лет не может согласовать проект гостиницы на месте театра. В Балтском, Кодымском и других районах области уже подорожали хлебобулочные изделия, а на многие виды выпечки рост цены намечен уже с первого апреля. За несколько последних дней цена в северных районах области на хлеб и другие изделия увеличилась на 10-15 копеек. Эту информацию в частности подтвердили в отделе экономического развития и торговли Балтской райгосадминистрации. Производители хлеба объясняют подорожание стремительным ростом цен на пшеницу, сахар, дрожжи, яйца. Кроме того, взлетели цены на горючие смазочные материалы. Рынок хлеба с северных районов области снабжается продукцией не только собственных, но и соседних хлебзаводов и цехов, в том числе из Винницкой, Хмельницкой и других областей. Крупнейший промтоварный рынок Украины, седьмой километр, входит в стадию банкротства. По данным Forbes.ua, со ссылкой на решение Государственной исполнительной службы, имущество рынка арестовано, счета заблокированы. Таким образом, приостановлена официальная финансовая деятельность предприятия, которое принадлежит Ивану Аврамову, близкому соратнику Юрия Иванющенко, более известному как Юра Янакиевский. Пишут журналисты Forbes. В то же время, пресс-служба ООО «Промтоварный рынок» утверждает, что предприятие не обанкротилось. И речь идет о хозяйственном споре, сумма претензий в котором не может представлять угрозы нормальной работе рынка. Цитирую заявление пресс-службы рынка. «Промрынок работает в обычном режиме, а публикации появились с целью оказать давление на предприятие и судебные инстанции», говорится в заявлении пресс-службы ООО «Промтоварный рынок». Милиция расследует уголовное производство по факту неправомерных действий должностных лиц Кредитного Союза «Витязь», который ранее назывался «Кредит Юнион». Как сообщила пресс-служба ООО «УВД», в отношении должностных лиц Кредитного Союза ведется уголовное производство по статье о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Потерпевших вкладчиков просят обратиться в следственный отдел Приморского райотдела милиции, что на улице Греческой. За минувшие выходные в регионе произошли 18 пожаров. В селе Сычавка горел камыш на площади 500 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили труп мужчины. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Еще один растительный пожар произошел в Авидеопольском районе. В селе Грибовка горела сухая трава. До прибытия спасателей огонь распространился на площади в 4 гектара. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В Одессе накануне днем пожар полыхал на Люздорской дороге. Горела кровля хоз помещений на площади более 50 квадратных метров. Еще одно крупное возгорание произошло в Котовске. Там практически полностью сгорел частный жилой дом. Причина пожара – неправильная установка дымохода печи. К счастью, спасатели прибыли вовремя. Никто не пострадал. В Одессе на сегодняшний день насчитывается более 4,5 тысяч лифтов. Практически половина из них относится к коммунальной собственности. Вторую половину обслуживают разные организации. К примеру, 9-этажный дом по адресу Кордонная, 49, находится на балансе Министерства обороны Украины. И здесь уже много лет, жалуются одесситы, не работает лифт. В доме проживают десятки семей. Среди них инвалиды, пенсионеры и молодые мамы с колясками. Неработающий лифт – их общая беда. Горожане рассказывают, что уже устали обивать пороги всевозможных коммунальных инстанций с просьбой устранить неполадку. Лифт работал очень давно и работать, наверное, уже не будет. Ремонт делали, наверное, лет 10 назад, 15. Пожарки, все перекрыто, все закрыто. Ну, жить, конечно, не сильно хорошо. Дом состоит на балансе Министерства обороны Украины. И решением коммунальных проблем, в том числе и починкой неработающего лифта, должно заниматься это ведомство. Однако средств на это в министерстве нет, отвечают одесситам. Горожане пошли на прием к депутату городского совета Геннадию Чикити. И теперь уже народный избранник помогает людям решить и эту проблему, и в целом с домом. И я инициировал обращение к Министерству обороны с целью передачи данного общежития в коммунальную собственность. И я думаю, что мы этот путь пройдем. Кордонную 49, а также здесь есть Старицкого 10. Это два дома, которые принадлежали Министерству обороны. И здесь были военные общежития. Здесь живут военнослужащие. Если мы в конечном итоге передадим в город, то уже когда этот дом будет передан в коммунальную собственность, я думаю, здесь будет построен новый лифт, запущенный. Жильцам будет довольно-таки удобно пользоваться и жить в этом доме. Ну а пока постепенно решаются глобальные проблемы с жильем. С помощью депутата одесситам удалось решить вопросы с текущим ремонтом парадной. Коммунальщики уже начали покраску стен, побелку потолков, поставили новую дверь и установили лампочки. Я когда первый раз три года назад столкнулся, здесь полностью и козырек тек, и здесь были потеки внутри. Он на сегодняшний день первый этаж сделал. Таких домов, как на улице Кордонной, в Одессе немало. И проблемы у них схожие. Но благодаря взаимодействию горожан и депутатского корпуса их можно решить, уверен Геннадий Чикита. Об основных проблемах городского хозяйства и путях их решения депутат Одесского городского совета Геннадий Чикита расскажет после новостей в программе «Тема дня». Номная проблема, которую я на сегодняшний день вижу и которая интересует всех одесситов, это прежде всего проблема безопасности людей. Люди, которые выходят на улицы, должны знать, что им ничего не угрожает, что их дети спокойно могут дойти до школы, вернуться в особенности вечером. И это основная проблема, которая стоит перед городской властью. То есть это прежде всего. Празднование 70-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков и стало главной темой аппаратного совещания в облгосадминистрации. В честь знаменательной даты в городе Герой Одессы, а также во всех районах области пройдут многочисленные торжественные мероприятия. Подробнее о них далее. В облгосадминистрации сообщили, 31 марта стартовала всеукраинская эстафета памяти. В ее рамках от области к области, от района к району, по всей стране будут передаваться символы победы и проходить праздничные мероприятия. Главная цель – напомнить молодому поколению, кто победил в Великой Отечественной войне и освободил Украину от фашистской чумы. Данная эстафета стартует в нашей области сегодня, 31 марта 2014 года, на пограничном пункте Николаевской области, между населенными пунктами Кошара и Коблева. Торжественные мероприятия по случаю проведения эстафеты состоятся во всех районах и городах областного значения области и завершатся 27 августа 2014 года в населенном пункте Владычинь Болградского района. В рамках акции во всех районных центрах области пройдут военно-патриотические фестивали и конкурсы, концерты и театральные представления, тематические музейные выставки, уроки мужества для учеников общеобразовательных школ и многое другое. Еще одна тема аппаратного совещания – улучшение инвестиционного климата региона. По словам специалистов профильного управления, политическая нестабильность в Украине негативно сказалась на перспективах привлечения прямых иностранных инвестиций в страну, в том числе и Одесский регион. В свою очередь, председатель Одесской облгосадминистрации заявил, что в Одессе никогда не будет благоприятного экономического климата. Мешают коррумпированные чиновники. Уже в должности председателя я столкнулся с иностранными компаниями, которых территориальные руководители, здесь тидящие, вымогают с них деньги, они ко мне приходят. На меня там обижались, присутствующие на зале, они приходят и говорят, сколько с них вымогают. Поэтому отсюда и бегут, и здесь никогда не будет инвестиционного климата, пока многие здесь тидящие, не покинут свои места или изменят отношение к жизни и к тем задачам, которые изначально вам ставились. Поэтому здесь никаких инвестиций не будет. Как отметили в департаменте, в основном инвестировали в альтернативную энергетику и транспорт. Лидеры среди инвесторов – Кипр, Великобритания, Нидерланды и Сингапур. По уровню вложенных инвестиций Одесская область на девятом месте среди регионов Украины. Правда, это показатели до политического кризиса. В Белгороде-Днестровском задержали сотрудницу поселкового совета на взятки в размере 12 тысяч гривен. Чиновница требовала у предпринимателя деньги за выдачу разрешения о выделении земельного участка. На нем бизнесмен планировал разместить торговый объект. Герои Советского Союза. Когда Одессе присваивали высокое звание «Город-герой», здесь проживало свыше 200 обладателей «Золотой звезды-героя». Сегодня в живых остался всего один воин Великой Отечественной – летчик-штурмовик, участник Парада Победы Григорий Прокофьевич Жученко. В канун празднования 70-й годовщины освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков члены Совета ветеранов микрорайона Южный Киевского района решили увековечить память двух героев Советского Союза – Владимира Мошникова и Григория Клименко. Академика Глушко-11В. В этом доме жил герой Советского Союза, участник освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков Григорий Клименко. Ветерана Великой Отечественной нет живых уже 19 лет. И, как выяснилось, жители дома, в котором проживал защитник Родины, к сожалению, не помнят этого человека. А вам известно, что вот в этом доме жил герой Советского Союза Григорий Клименко? Нет. Ничего не известно? Абсолютно. Как можно, чтобы память не осталась, если люди за нас воевали, чтобы мы жили? Вы знаете, обидно, что я сама историк, и я не знала, что у меня такой был сосед замечательный. Скромный народ, вы видите, какой скромный народ? Они не хотят вот это вот, и не хотят, а может уже и не могут, да, вот это вот рассказать о себе, показать себя. Вот. Ну, жаль, очень жаль. Я честно сожалею, что я не имела возможности с ним пообщаться вот при жизни. А в этом доме по адресу академика Королева, 49, в квартире номер 13, долгие годы проживал участник освобождения Одессы Владимир Мушников. У Владимира Александровича корреспонденты нашей телекомпании были не раз. Скромный, немоглословный ветеран, который больше рассказывал о внуках, нежели о страшных днях войны. Владимир Мушников воевал на Северском Донце. Прошел горький путь отступления к Сталинграду, участвовал в Сталинградской битве. Потом была и Донбасская наступательная операция, и битва за Днепр. Именно на Днепре он и стал героем, первым ворвался в траншеи со своим отделением и лично уничтожил вражеский пулеметный бункер. Этот исторический бой Владимира Мушникова описан во многих книгах о Великой Отечественной. Увы, вошла правда уже в милицейские сводки не только нашего региона, но и всей страны информация о циничном и жестоком нападении на ветерана. В 2012 году, накануне Дня освобождения Одессы, Владимир Александрович возвращался с традиционной встречи ветеранов на мемориале 411 батареи, когда на него напали хулиганы, позарившиеся на командирские часы. В результате травмы головы он частично потерял память. После выхода из госпиталя он с семьей переехал в Россию. К сожалению, в доме, где Александр Мушников прожил несколько десятков лет, о нем тоже почти не помнят. В Совете ветеранов микрорайона Южный считают, что необходимо бережнее сохранять память о днях войны и победы. А потому решили установить на домах, где жили ветераны, мемориальные доски. Правда, сегодня, говорят ветераны Великой Отечественной, даже установить мемориальные доски силами Совета ветеранов невозможно. За помощью здесь решили обратиться к своему депутату Дмитрию Танцюре. Своё обращение установить доски на домах, где жили герои Советского Союза Владимир Мушников и Григорий Клименко, ветераны передали помощнику депутата Леониду Романчуку. Молодежь сменила. Я думаю, что у нас всё получится. Желательно, где победа, конечно. Это дома, где рядом находятся и учебные заведения. Ребята ходят, но они не знают о том, что тут жили герои. Спасибо Дмитрию Николаевичу, что он согласился сделать мемориальные доски. Депутат 54-го мажоритарного округа Киевского района Дмитрий Танцюре хорошо известен одесситом по социальному проекту «Дом, в котором мы живём». Поддержка ветеранских организаций – лишь небольшая часть этой инициативы. Мы всегда тоже обращались к Танцюре Дмитрию Николаевичу. Он нам помогал. Поздравляю с юбилеем наших ветеранов, участников боевых действий, когда мы обращались, а нужно было. Потом лекарства, кому надо было, тоже мы обращались, нам он помогал. По асфальтирной дороге люди делали заявки. По словам помощника депутата Дмитрия Танцюры Леонида Романчука, в ближайшее время обращение ветеранов будет передано в историкотепономическую комиссию Одесского гроссовета. И уже ко дню победы, надеются ветераны, на дома, где жили герои Советского Союза Владимир Мушников и Григорий Клименко, появятся мемориальные доски в их честь. В воскресенье Одесса стала участницей необычной акции под названием «Украинская Дерибасовская». Участники пронесли по центральным улицам города километровый флаг Украины. Основной посыл акции – это сохранение единства страны. Шествие началось с Приморского бульвара. Тысячи людей собрались у памятника Дюку, где расстянулись длинной цепочкой по всей длине бульвара. Я считаю, что это самая лучшая вообще идея мирная, что может быть в нашем городе. Во многих городах это проходит, и в мире особенно это очень популярно, я считаю. Это символизирует нашу единственную страну – Украину. Чем он дольше, тем больше людей сможет за него взяться, и какой-то, знаете, патриотизм настоящий. Это просто что-то необыкновенное. Мы так рады. Это настолько единство всего нашего народа, одесситы, которые вышли, показывают всему, всему миру, что мы Украина. И мы должны быть достойными этого высокого звания. Затем участники акции прошлись по Дерибасовской, Преображенской, Бунина. Конечной точкой стал парк Шевченко. 30 марта в семи аэропортах Украины симфонические оркестры исполнили «Оду к радости» – гимн Евросоюза. Цель акции – поддержать целостность Украины. «Ода», написанная Шиллером для Дрезденской масонской ложи, была положена на музыку Бетховеном и вошла в состав знаменитой девятой симфонии. Музыка, которая объединяет как одно дыхание, как один глоток воздуха. Поэтому и сама акция получила название «Совместный воздух». Бетховен в аэропорту. Удивительный контраст. На фоне ожидающих скорого рейса пассажиров с поклажами, мигающего табло с расписанием отлетов-прилетов, классическая музыка, освежающей волной, буквально накрыла суету дня, остановила время и дала возможность на время позабыть о суете. Он внутри себя чувствовал эту музыку, он хотел показать объединение людей. И вот мы своей акцией, наверное, тоже хотим показать, чтобы прислушались к нам уже и услышали, увидели, что мы все хотим тоже дружно жить в мире объединенном. За последние буквально несколько дней наш хор уже во второй раз участвует, оркестр в первый раз. К нам обратились представители Львовского аэропорта, их вдохновил флешмоб, который прошел у нас в Одессе на привозе на минувшую неделю. Нам сейчас не хватает очень позитивных событий, не хватает радости, не хватает какого-то объединяющего, наверное, приятного повода собраться и вместе испытать какие-то радостные эмоции. Одесский национальный академический театр, опера и балет, они перестают удивлять поклонников искусства. О планах театра на ближайшее время и текущий год в эксклюзивном интервью нашим журналистам рассказал художественный руководитель Одесской оперы Василий Навродский. В Одессу в середине апреля приезжает солист Большого театра Андрей Меркурьев для постановки балета «Крик». Это будет первая постановка Меркурьева в качестве хореографа. И по оценке специалистов ее уже можно назвать новым словом современной хореографии. В премьерном спектакле на сцену выйдет сам заслуженный артист России Меркурьев. В ведущих партиях постановки примут участие одесские артисты. Полина Зиновьева, дочка писателя, на основе по роману которого создан сюжет. И Андрей Меркурьев – это те величины творческие, которые, я думаю, представляют интерес для нашего театра. И мы ждем эту премьеру с нетерпением. В основе либретта роман Зиновьева «Идти на Голгофу» – социально актуальный. В модерном это назвать трудно, но это современная хореография, современная тема, всегда актуальная. Это общечеловеческие ценности, которые освещены в романе Зиновьева. И, собственно, вот это сочетание этих, скажем так, данных дало нам основание решить, включить такое произведение в наш актуар. Собирается театр оперы и балета вновь проводить в городе и фестиваль искусств. Только пока не выяснен формат его проведения. Мы посмотрим, как у нас будет складываться финансово-экономическая ситуация в стране, потому что сами мы не можем финансировать такое огромное мероприятие, как фестиваль. Но в любом случае премьеры и балет «Крик», и концертный вариант оперы, балета «Губаренко Ви» мы в любом случае готовим. Если не будет, скажем, фестиваль «Опен-эйр», как это было два года предыдущих, то, по крайней мере, внутри театра этот фестиваль пройдет. Так что, вне зависимости от политической и экономической ситуации, артисты одесской оперы намерены приобщать одесситов к искусству с большой буквы. Одесские болгары продолжают праздновать приход весны в честь праздника Мартиницы. По традиции они украсили яркими красно-белыми мартинечками деревья японской сафоры у оперного театра. Мартиница – один из самых почитаемых на Балканах. Его отмечают болгары, молдаване, румыны, а также южные украинцы и восточные сербы. В этот день близким дарят специальный двухцветный красно-белый амулет, называемый Мартиница. Мартиницы изготавливаются специально ко дню 1 марта, когда по болгарским традициям начинается новый хозяйственный год. По легенде, баба Марта такая была, которая приходит и приносит весну. Ну а в конце марта мы с ней прощаемся вот в таком виде. Очень распространенно у болгар. Это действительно приход весны, праздник весны. Еще говорят баба Марта, так говорят у болгар. Это очень важно, потому что это колорит, это культура нашего народа, так же как и у любого другого народа. Есть свои праздники, их обязательно нужно освещать, нужно их праздновать и детям рассказывать. Раньше такие куколки были неизменным атрибутом заклинания весны. Их пылили вместе из красных и белых ниток и вешали на деревья. Все люди, близкие друг другу дарят вот такие красивые украшения красно-белого цвета и носят они в течение месяца. После снимают и желательно повесить его на дерево или на кустик. Считается, что будет хороший урожай, будет плодоносить. Такие яркие и красивые праздники помогают людям быть более дружелюбными, открытыми и безоговорочно верить в чудо, считают одесситы. Очень нравится. Все, что касается любых национальных и традиционных каких-то проявлений, да, это всегда очень нравится, это всегда очень интересно. И всегда много говорит об истории народа и его культуре. Все, что связано с культурных основ и базисов, это здорово, замечательно. Пусть это, все в этом нуждаются в конце концов. Люди стали немножечко пустыми и плохо ориентированными. Поэтому нужно возраздать традиции, культуру, духовность. Соблюдение национальных обычаев и культур помогает помнить о своих корнях, считают одесситы. Погода, по словам синоптиков, на этой неделе будет неоднозначна. Снова ожидается кратковременное похолодание, которое связано с волной холодного воздуха из северных районов России. Во вторник будет еще относительно тепло, днем до 16 градусов. Но при этом ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду. И уже со среды понизится и температура воздуха. На 2 апреля, утром, днем, местами ожидаем небольшие осадки. Ветер северо-восточный, днем юго-восточный 9-14 метров в секунду. И температура воздуха ночью 1,6 тепла, местами 0,2 мороза. Днем 4,9 тепла. 3 апреля осадки не прогнозируются, но ночная температура останется низкой. От 2 тепла до 3 мороза. Днем 7-12 выше нуля. В конце недели ожидается перемещение теплого балканского циклона, который принесет сухую и солнечную погоду. Ночью уже без заморозков. А днем столбик термометра поднимется до 15 тепла. Я с вами прощаюсь, а далее в выпуске смотрите прогноз погоды. Всего доброго, оставайтесь на нашем канале.